Важное событие. В Электрогорске состоялось открытие поликлинического отделения больницы. Гражданин России. Торжественное вручение паспортов состоялось в Электрогорске. Лучшие годы. В Электрогорске отпраздновали День студента. Между холодом и грацией. Ледовое шоу чемпионы прошло в Электрогорске. На контроле. Ход капитального ремонта городских объектов проверил глава Павлова Посадского округа. Памятные даты. Традиционные уроки разговора о важном состоялись в школах Электрогорска. На благо родной земли. Проект «Стахановский берег» получил третье место на Всероссийской премии служения. Исполнение на контроле. Объезд по городу провел глава Павлова Посадского городского округа. Чистота и порядок. Текущий ремонт подъездов проводится в городе. С уважением и почтением. Жительницу блокадного Ленинграда поздравили с памятной датой. Все для победы. Для бойцов специальной военной операции продолжается сбор гуманитарной помощи. Чтим и помним. Глава Павлова Посадского округа вручил награды жителям блокадного Ленинграда. Рубрика «В мире людей». Прогноз погоды. Городская больница начала свое существование в 1914 году. Именно тогда появилось первое лечебное отделение. Со временем стали отстраиваться хирургическое инфекционное родильное отделение. Взрослое поликлиническое отделение было построено в 60-х годах. Последний ремонт проводился еще в 2008 году. При поддержке губернатора Московской области этот объект был включен в государственную программу здравоохранения Подмосковья на 2023 год. В мае стартовал капитальный ремонт здания. Его проводила компания ООО «Стройстыка». За это время подрядной организацией была проведена колоссальная работа. Отремонтировали фасад, кровлю, систему отопления, электроснабжения и вентиляции. Были перепланированы помещения и кабинеты врачей. Кроме того, в отделении установили системы пожарной безопасности и видеонаблюдения. В течение всего капитального ремонта со стороны главы Павлова Посадского городского округа Дениса Семенова и представителей администрации проходили регулярные выездные проверки с целью контроля за ходом и качеством работ. 25 января состоялось торжественное открытие поликлинического отделения. В нем принял участие глава Павлова Посадского городского округа Денис Семенов, представители администрации, медицинского учреждения, подрядной организации и электрогорские жители. Денис Олегович поздравил присутствующих с этим знаменательным событием и выразил признательность всем, кто принимал в этом непосредственное участие. Уважаемые присутствующие, сегодня такой действительно радостный день. На территории нашего больничного городка мы открываем после капитального ремонта нашу взрослую поликлинику, выполненную по программе губернатора. Для меня на самом деле большая честь, что за последнее время мы на территории нашего объекта здравоохранения открываем уже не первый объект после капитального ремонта. Изначально это была детская поликлиника, которая сегодня работает и функционирует. Потом это было отделение диагностического центра, которое сегодня тоже работает и функционирует. И сегодня у нас появилась такая замечательная, красивая, уютная взрослая поликлиника. Я сегодня посмотрел по справке, у нас более 200 человек смену посещает. Это достаточно большая нагрузка на наших врачей, которые здесь присутствуют. И наша цель, конечно же, это в первую очередь создать максимально комфортные, благоприятные условия для наших пациентов и, конечно же, для наших врачей, медицинского персонала, который здесь работает и функционирует. Поликлиника действительно была старая, начало 60-х годов постройки. В 2008 году капитальный ремонт был, но не в полном формате. И, конечно, не было таких блин букв. А сегодня все соответствует, все радует глаз, все понятно, доступно. И надеюсь и уверен, что это здание и эти условия, они прослужат много в пользу нашему полуфасадскому городскому округу. Медицинский персонал первым оценил высокий стандарт поликлиники. Комфортные условия, приятную атмосферу и грамотную планировку помещений. Мы выражаем вот прям вот такую благодарность Министерству здравоохранения вам, Денис Олегович, за то, что у нас такое обалденное здание. Теперь у нас есть все-все условия для того, чтобы мы работали на отлично. Денис Олегович побывал в медицинских кабинетах. Осмотрел, как обустроены места для ожиданий, пообщался с жителями и сотрудниками. Благодаря государственной программе городскую поликлинику сейчас не узнать. Нетронутыми остались только несущие стены. Все остальное новое. От коммуникации до мебели. Сегодня знаменательный день для всего нашего городского округа. Сегодня день открытия взрослой поликлиники. Произошел долгожданный ремонт при поддержке губернатора Московской области, благодаря его программе здравоохранения Подмосковья, благодаря активному участию в здравоохранении Московской области, а также непосредственно участие в ходе своих всех работ и дальнейшего контроля и момента открытия. Это, конечно, благодаря нашему главе, Денису Олеговичу Семенову. В здании комфортные входные группы, просторные холлы и залы ожидания, удобная маршрутизация пациентов, отдельные блоки для инфекционных больных и для людей, проходящих диспансеризацию. К тому же учреждение полностью приспособлено для посещения маломобильными группами населения. То есть у нас есть отдельный блок, где принимают пациентов, терапевтов и участковых. Отдельный блок, где принимают узкие специалисты. Первые этажи у нас все оборудованы специальными дверями широкого формата для того, чтобы могли проехать люди с ограниченными способностями по здоровью. И на первом этаже располагается максимальное количество необходимых специалистов для того, чтобы люди, кто не может, например, по тому или иному состоянию здоровья подняться на второй этаж, получить необходимую помощь на первом этаже. То есть это не отложка медицинской помощи, это и хирургия, это, как я уже говорил, инфекционные пациенты, это и офтальмолог, это и врач-гириатор, и онколог, и доврачин медицинской помощи, и выписка льгот и инфекционных препаратов, то есть максимальное все, что есть сейчас в арсенале первичного здравоохранения, мы как бы здесь могли реализовать. В поликлинике появился удобный конференц-зал, где можно проводить видеосовещания, а также присутствует удобная визуальная настенная навигация. То есть все, что необходимо для пациента, чтобы он комфортно находился, чтобы его минимализировать, проблему, значит, мы все здесь благодаря этому капитальному ремонту сделали. Поэтому с сегодняшнего дня мы всех ждем в нашей новой отремонтированной поликлинике. Персонал очень доволен, улыбки, блюсят глаза, это, конечно, сразу видно. И, конечно, еще раз хочется поблагодарить Дениса Олеговича Семенова, благодаря его волевым решениям, значит, этот проект оказался вот таким удачным, и самое главное, он реализовался. Поэтому всем еще раз большое спасибо, ждем в гости в возрастной поликлинике. Строители все работы в поликлинике выполнили с хорошим качеством, создавая максимально комфортные условия не только для пациентов, но и для персонала. Несравнимо то, что было до, и то, что сделали сейчас. Как до этого говорила Владислава Владимировна, то, что сделали конфетку. Я думаю, что нашим жителям, нашим пациентам все очень понравится, и внешне, и внутренне, и, в общем, все понравится. А скажется ли это как-то на работе? Ну, конечно, конечно, у нас условия улучшились, оборудование улучшилось. Я думаю, что да. Жители довольны переменами и выражают благодарность за проделанную работу и создание комфортных условий. В лица жителей хотелось выразить огромную благодарность губернатору нашей Московской области, Воробьеву Андрею Юрьевичу, и главе Павлово-Посадского городского округа, Денису Олеговичу Семенову, за то, что в нашем небольшом городе отремонтировано здание взрослой поликлиники. Здесь действительно очень приятно находиться. Здание современное, здание стало комфортным. Очень удобная навигация, легко ориентироваться, приветливый персонал. И мы все надеемся, что действительно любой пациент, который обратится сюда за помощью, ее получит. Всем желаем здоровья. Пациенты по достоинству оценили преображение поликлиники. Очень рада, что в нашем городе такая прекрасная поликлиника открылась. Здесь очень красиво, все очень достойно. Мы думаем, что жители будут с удовольствием приходить, им будет оказывана квалифицированная медицинская помощь. В общем, спасибо всем большое. Двери поликлинического отделения открыты для жителей, а медицинский персонал учреждения обеспечит горожан качественным лечением. Студенчество. Прекрасная пора. Это время для креатива, самореализации и творчества. 25 января отмечается Всероссийский День Студента. Праздник является отличным поводом для того, чтобы как следует повеселиться. День Студента – это праздник, объединяющий тысячи учащихся по всей стране. Это торжество знаний, молодости и будущих совершений. Оно символизирует важность и значимость студенческой жизни в России и вклад юных исследователей в науку и культуру. В день праздника специалисты Электрогорского дома молодежи организовали для ребят, будущих студентов, развлекательную программу с веселыми играми, танцами и конкурсами. Поверьте, скучно не было никому. Сегодня замечательный праздник, День Студента, и мы решили в этот день провести активности для наших будущих студентов. Это школьники. Студентами станут через год, два, три, но все равно это тоже их праздник, он ждет их впереди. Мы поиграли, повеселились, дети разогрелись. Ну, кто-то немножко замерз, поэтому сейчас они пьют чай. Мы надеемся, что этот праздник для всех значим. Все мы были когда-то студентами или будем, я всех от души поздравляю. Желаю всего самого наилучшего. Тем, кто учится удачи в сдаче предстоящих сессий, всего хорошего. Несмотря на холодную погоду, участников согревала теплая атмосфера. Вообще супер праздник. Готовимся. Ты готовишься стать студентом или уже студентом? Конечно, готовлюсь стать студентом. А на кого ты хочешь поступать? Думаю, IT-сферу. Почему выбрал именно ее? Не знаю, сейчас по настроению. И что ты хочешь пожелать всем студентам в этот прекрасный праздник? Чтобы они учились хорошо, чтобы они переживали во время ОГЭ и ЕГЭ. Нынешние школьники уже почти готовы стать студентами, ведь они определились с будущей профессией. Как настроение сейчас, девчонки? Супер! А почему вы пришли на этот праздник? Вы студентки или еще нет? Нет еще. Нет еще, мы школьницы. А на кого хотите поступать? Фовар и ветеринар. А что вы хотите пожелать всем студентам в этот прекрасный день? Хорошие оценки, чтобы получили нормальный атсистат и на нормальную работу поступили. Да, чтобы... Не знаю, насколько пожелать. Ну, как бы, чтобы они осуществили свою мечту, на которую они хотят войти. Ну, всего лучшего там, так сказать. Студент – это прежде всего ответственный человек. У вас эмоции от сегодняшнего праздника? Потрясающие, поднимает настроение, согревает. В прямом смысле тут же чай вон. Очень весело было, развлекательно. А во что вы играли? Мы пытались подобрать мячик. То есть нам надо было удерживать еще друг друга. И была задача не упасть. Это же поддержка главная. Потом за кеглями бегали. Потом просто танцевали в кругу. В общем, было весело. Мы приятно провели время. А как вы считаете, как такие игры пригодятся вам в студенческой жизни? Вот чему они учат? Чтоб весело было. А как же поддержка, работа в команде? Это тоже все... А студент – это вообще какой человек? Ну, студент – это человек, который должен уметь и вовремя сдать долги по учебе, и вовремя развлечься. То есть, ну, нельзя в учебе, в учебу с головой отдаваться. Надо и развлечься иногда, как сейчас вот мы развлекались. Он должен хорошо учиться и должен помогать друг другу. А что вы хотите пожелать в этот праздник? Ну, естественно, всего самого лучшего успеха в учебе, чтобы, ну, в общем, все долги закрылись, чтобы оценки были только хорошие. Чтоб нашли новых друзей. А в завершении праздника всех желающих угостили горячим чаем. Несомненно, это останется надолго в памяти каждого из ребят. Участники программы «Активное долголетие» тоже своего рода студенты, ведь они каждый день учатся чему-то новому. И сегодня в честь праздника для них проводился концерт-дискотека «Танцуют все», которая смогла хотя бы ненадолго позволить окунуться в яркие студенческие годы. «Активное долголетие» — это проект, который позволяет продлить молодость людям серебряного возраста и сохранить здоровье. А различные мероприятия позволяют улучшить самочувствие и зарядиться позитивом. «День студента» — это праздник, который является отличным поводом для веселья. На дискотеке, ведущими которой являлись Нателла Баранова и Андрей Лебедев, царила теплая атмосфера, играла музыка, звучали знакомые всем песни в живом исполнении. Известные инструментальные мелодии, хиты самых разных эпох и танцевальные композиции подарили участникам незабываемые минуты радости и хорошее настроение. 25 января — День студенчества. Все те, кто молоды душой, а наши активные долголетия всегда молоды душой, всегда позитивно настроены. Я считаю их студентами активного долголетия. Мы тоже зачислили их студенты. Они учатся, познают всегда что-то новое, стараются. Причем ежедневно занимаются, без перерывов, без пропусков. Конечно, и посмотрите, какое веселье, какой задор, какой праздник у нас сегодня получился. Каждый подарил себе праздник для себя. Не то, что вспомнил молодость, а продлил себе молодость. Молодцы. Спасибо огромное. Всех с праздником. Гости кружились в ритме вальца, зажигали под жаркую ламбаду и танцевали самый настоящий твист. А главное, остались довольны таким прекрасным днем. Все собрались мы. Я хожу здесь на йогу, мы сначала на йоге занимались, а теперь встретил всех своих. Такие жизнерадостные, такие красивые все, позитивные. Ну, просто вот сердце выходит из рамок. Так все хорошо. Слава Богу, нам Мателла с Андреем устраивают такие праздники. Дай Бог им здоровья. Очень все хорошо. Жители серебряного возраста отмечают, что студенчество – это самые лучшие годы жизни для каждого. Студенчество, вы знаете, в нашем возрасте возврат к молодости – это такой праздник, такой великий и такой запоминающийся. Это здорово. Забываем все плохое. Только хорошее, только молодость, только радость, только улыбки, только позитив. Что вы хотите пожелать всем студентам и Татьянам, в том числе, в этот праздник? Конечно. Всем, конечно, здоровья – это самое главное всем. Когда здоровые, они веселые, радостные, успешные. Вот этого я им всем желаю. Поздравляем всех с этим прекрасным праздником. С Днем студента! Фигурное катание – это удивительный и грациозный вид спорта. И вот, благодаря реализации губернаторской программы «Зима Подмосковья» любой желающий смог посмотреть на выступления именитых фигуристов. А сегодня в Электрогорск приехала команда Ильи Авербуха со своей шоу-программой «Чемпионы». В нашем городе подобное мероприятие проходило в первый раз. Это была отличная возможность продлить жителям новогодние праздники и подарить частичку волшебства. Продолжаются новогодние праздники. И сегодня в городе Электрогорск замечательное, радостное, очень приятное событие для всех жителей. Проходит оно впервые. Сегодня здесь состоится ледовое шоу Ильи Авербуха «Чемпионы». Это шоу проходит при поддержке правительства Московской области, Министерства культуры Московской области и главы Павла Посадского городского округа Дениса Олеговича Семенова. Сегодня здесь перед электрогорцами выступят знаменитые фигуристы, фигуристы мирового уровня. Я думаю, что никого это мероприятие не оставит равнодушным. Каток возле физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» собрал большое количество людей, желающих посмотреть на знаменитостей. От просмотра номеров у зрителей захватывало дух, ведь спортсмены на льду вытворяли нечто невероятное. Сальто, тройные прыжки, аксели, тулупы и кантиливеры. «Лидер» На лед вышли чемпионы и признанные звезды фигурного катания. Среди них Алексей Ягудин, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира. Он исполнил свою легендарную программу под названием «Зима», хореографом которой является Николай Морозов. А знаменитая дорожка шагов на льду заставила аплодировать каждого зрителя. Лед полюбился даже и тем, кто не планировал связывать свою жизнь с фигурным катанием. Среди таких людей Валерия Ланская, известная актриса театра и кино. Благодаря шоу «Ледниковый период» ей так приглянулся данный вид спорта, и страсть к нему не утихает до сих пор. Парный номер Валерии и олимпийского чемпиона Максима Маринина тронул публику до глубины души. А ведущим шоу стал Александр Энберт, талантливый и харизматичный фигурист, серебряный призер Олимпийских игр. Так, а тут? Я фигурист. Вот, пожалуйста, здесь одиночники. Заслуженные мастера спорта, участники соревнований международного класса, талантливые и обаятельные фигуристы собрались в одну команду, чтобы подарить сказку жителям подмосковных городов. С каким сегодня концертным номером выступали? Это концертный номер под «Луна Ту», это очень красивая музыка. У нас номер о любви, можно сказать, о том, как люди встречаются и имеют какие-то внутренние переживания, внутренние сомнения, но так или иначе все равно оказываются вместе. Что бы вы пожелали сегодня нашим электрогорцам? Мы желаем любви, наверное, это чувство, которое позволяет преодолевать препятствия, которое помогает даже в самые темные времена. И так как прошел Новый год, хочется, чтобы в Новом году у всех было как можно больше любви, которая будет согревать своим теплом, которая будет дарить много позитивных эмоций. Спортсмены вкладывают душу в каждый номер, заставляют каждого зрителя сопереживать, радоваться и, конечно же, испытать большое количество положительных эмоций. В какой раз вы уже принимаете участие в шоу «Чемпионы»? Первый раз. Да. А как вообще атмосфера, как отклик от публики? Очень теплая публика. Публика классная, да, очень тепло принимают. Удивительно, потому что обычно я думал, что в мороз люди придут, посмотрят, разойдутся, а тут прям все горят, всем нравится. Да, очень-очень круто. И расскажите вкратце про свой номер. Что вы чувствуете, когда выступаете с ним? Да ничего, мы хотим новогодняя музыка, да. Сейчас Новый год был, праздники. Просто подарить положительный, позитивный номер. Такой с частичкой любви, тепла. Для людей. То есть просто позитив и тепло. Большое впечатление на публику произвела программа Дмитрия Гуляева, ведь он в ней совмещает не только элементы фигурного катания, но и акробатические трюки. Расскажите немного про свой номер. Я думаю, зрители заметили, что он необычный, потому что в нем присутствуют акробатические элементы. Ну, я считаю, что ничего такого необычного, потому что сейчас уже многие делают сальто. И помимо этого я еще и воздушный акробат. Но, к сожалению, здесь невозможно такое показать. А страшно ли? Нет, уже не страшно. Это ничем не отличается от обычного прыжка. В заключение, какие теплые слова вы бы хотели сказать жителям Электрогорска? Очень приятная публика, прям подбадривает. Огромное спасибо, что позвали. Очень приятно было здесь работать. Хочется отметить хорошую организацию мероприятия. Оборудованный фудкорт для тех, кто проголодался, разнообразные развлечения. Также на протяжении шоу дежурили специальные службы, которые следили за общественным порядком. Жители города остались под большим впечатлением от такого красивого праздника. И все это благодаря реализации губернаторской программы «Зима в Подмосковье». Большое удовольствие от просмотра такого шоу. Конечно, мы хотим поблагодарить губернатора. Когда бы мы все-таки могли действительно вот так вот выйти из дома вечером. И очень увидеть много спортсменов, наших кумиров. Вот все-таки мы уже в таком возрасте, поэтому да. И Максим Шабалин, олимпийский чемпион. И Алексей Ягудин. Конечно, его великолепное выступление, его программа, с которой он получил олимпийскую медаль «Зима», произвела колоссальное впечатление, вот посмотреть вживую. Поэтому да, спасибо за доставленный праздник. Нравилось очень. И вот моим детям понравилось. Особенно, когда сальтом прыгали. Вообще великолепно. То есть на вас большее впечатление произвели акробатические элементы? Акробатические, да. Очень было, ну, симпатично. А как вам само присутствие Алексея Ягудина здесь? Ощущается ли важность этого события? Скажу, что если бы они почаще приезжали в этот город, было бы намного приятнее, потому что мало таких представлений, и город был бы повеселее. То есть сами видите, сколько народу приходит на такие представления. Поэтому будем ждать еще такие представления. Такие мероприятия являются ориентиром для подрастающего поколения заниматься спортом. Ребятам очень ценно видеть знаменитости вживую. Прикольно, особенно дядя Артем, он там зажигал. И тот, который сальто сделал. Вообще там кричали, вообще очень прикольно. То есть вам больше всего сальто понравилось, да? И сальто, и дядя Артем. А кто такой дядя Артем? Это который выступал там. Он такой кудрявый. Так? Да. Мы были очень поражены, как они выполняют сальто и все остальные акробатические элементы. Потому что мне понравилось, мне понравился Артем, который выступал один. Скажите, пожалуйста, любите ли фигурное катание? Да, мы ходим периодически на каток и катаемся. А вообще смотрите фигурное катание в телевизору? Может быть у вас есть какие-то любимые фигуристы? Да, иногда смотрим. Любимых фигуристов нет, там все нравятся. На ваш взгляд, нужны ли такие мероприятия для нашего города? Да, очень нужны. Людям настолько полюбились шоу фигурного катания, что они приезжают посмотреть на них из других городов. Очень понравилось. Да, очень понравилось. Мы были вчера в Павловском посаде, сегодня приехали сюда, в Электрогорск, чтобы посмотреть именно шоу чемпионы, которое от Ильи Авербуха. А какой номер больше всего запомнился? Да, это сложно сказать. Они все хорошие. А может быть кто-то из фигуристов? Наверное, Алексей Ягудин. А вот приятно ли было увидеть такого известного фигуриста в Электрогорске? Неожиданно, может быть. Приятно было увидеть. Это всегда приятно. Шоу чемпионы останется надолго в памяти каждого зрителя. Два. Было бы еще руки, я бы еще показала. Очень прекрасно, хорошо, очень красиво. Вообще было потрясающе. Кто из участников вам больше всего понравился? Ягудин. Первый. Первее всех, хотя он выступил последний. Я не ожидала. Я думала, мне показалось, что это он. Но это он приехал. Молодцы. Я, честно, для города, для такого маленького, я не ожидала, что такая звезда у нас посетит. Очень приятно. Спасибо властям, что нас порадовали людей. Хоть какой-то праздник для души сделали. Получила огромное удовольствие. Замечательный праздник устроили в нашем городе. С нетерпением ждала с конца декабря месяца, когда погода подвела. Поэтому очень рада, что приехала, что такой замечательный праздник. Столько музыки, столько доброго отношения у людей. Так хорошо, здорово принимали спортсменов. Спортсмены молодцы. Я в восторге от этого выступления, что такую программу сделали замечательно. Еще хотим. Горожане покидали шоу счастливые и с улыбками на лице. Такие мероприятия по-настоящему греют душу, поднимают настроение и создают теплую и душевную атмосферу. 24 января в городской администрации состоялось торжественное вручение паспортов семи юным электрогорцам, достигшим 14-летнего возраста. По традиции ребята получили свой главный в жизни документ в присутствии почетных гостей из администрации города, своих родных, друзей и близких. Такое мероприятие является по-настоящему знаковым для каждого, ведь оно поднимает дух патриотизма и прививает духовно-нравственные ценности. Школьников поздравила начальник электрогорского территориального отдела Людмила Шапор. Я хочу обратиться к вам, дорогие ребята, к вам, уважаемые родители. Ну, прежде всего, сегодня для вас, для всех очень волнующий день, потому что ваши дети выросли. Вы это видите не только каждый день, что они, некоторые уже и выше вас ростом, вы видите по их поступкам, по их действиям. А сегодня, вручая этот важный документ, вы увидите, что ваши дети переосмыслят всю ценность этого важного документа. И, надеюсь, после наших напутственных слов они иначе будут планировать свою жизнь, свою судьбу. И надеемся, что у нас это получится сегодня вместе с сообщением. Председатель местного отделения движения первых Ольга Шацких пожелала ребятам успехов в учебе, бережно относиться к документу и достойно нести звание гражданина Российской Федерации. Желаем вам успехов, достижений и чтобы вы гордились нашей действительно великой страной. Всего вам самого лучшего. Обязательно сегодня порадуйте своих одноклассников, которые еще не получили паспорт. Расскажите о этом важном событии, а что вы были в этом новом году первыми, кто получил паспорт Российской Федерации. Мероприятие останется надолго в памяти каждого из ребят. Ну, я, конечно, волновался. Но потом, когда уже получилось, все прошло. Я понял то, что я получил паспорт, теперь я гражданин России. Я этим город очень. Хочется отметить, что у подрастающего поколения есть желание работать на благо Родины и всячески ей помогать. Очень рада, что мне наступило 14 лет, что я уже такая взрослая, получила паспорт. Мне 14 лет. И то, что все так прикольно. Буду ждать, когда мне исполнится 18 лет. Еще осталось. Какие планы на будущее? Ну, я хочу стать криминалистом. Хочу поступить в академию таможню. И, наверное, быть волонтером в будущем тоже. Какую пользу ты хочешь принести для нашей страны как гражданин? Помогать пожилым людям, помогать животным, помогать нуждающимся. Сейчас довольно часто пропадают люди, может в поиске еще участвовать. Вот так вот как-то. Гордишься ли ты тем, что ты гражданин Российской Федерации? Да, конечно. 27 января в стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Битва за город на Неве вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. В городе проживает свидетельница тех трагических событий Ида Викторовна Синюшкина. В преддверии памятного дня глава Павлова-Пасадского городского округа Денис Семенов посетил жительницу блокадного Ленинграда и поздравил ее с этой знаменательной датой. В этом году у нас отмечается 80 лет со дня снятия блокады Ленинграда. И вы как участник тех трагических событий. Мы провели в Павловском посаде большую встречу с детьми, с подрастающим поколением. Тоже участники и наши жители, которые в детстве проходили как раз блокаду Ленинграда, делились своими впечатлениями, рассказывали непосредственно подрастающему поколению, через что они прошли. И сегодня разрешите вам, во-первых, вручить от губернатора Санкт-Петербурга памятную медаль. И... Скажу на сие, потому что я это принимала на присягу. Так что я имею право рассказать. Там знак внимания еще. И... Да, подарок тут. Иде Викторовне вручили цветы и памятные подарки. Особой наградой стала медаль в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады фашистскими войсками. Денис Олегович пожелал Иде Викторовне здоровья, благополучия. Поблагодарил за сохранение исторической памяти о героическом прошлом нашего народа. И за вклад в патриотическое воспитание электрогорцев. Главное, хочется в первую очередь вам пожелать всегда хорошего настроения, крепкого здоровья. Это у меня есть. Кроме здоровья, конечно. Ну вот, чтобы оно, по крайней мере, было, или, по крайней мере, хотя бы не беспокоило. Ну, возраст. И чтобы родные и близкие всегда были рядом с вами, берегали теплотой, заботой и вниманием. Блокада Ленинграда – одно из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. По масштабам гибели и страданий населения она стала событием, беспрецедентным в мировой истории. Вместе с тем, ленинградцы продемонстрировали невиданную силу духа и стойкость, которые помогли преодолеть им все испытания на протяжении 872 дней. Вся страна помнит об их подвиге и гордится их мужеством. Первым делом посетили школу номер 16. В новогодние каникулы в учреждении произошла аварийная ситуация в пищеблоке. Теплообменник, с которым возникла проблема, был оперативно отремонтирован. Помимо этого поступали жалобы, связанные с температурным режимом в кабинетах. Чтобы решить эту проблему, был установлен дополнительный насос, который позволил нормализовать ситуацию. О том, как обстоят дела в школе на сегодняшний момент, Денис Семенов проверил лично в ходе объезда. Сейчас насосом теплее стал? Да, теплее не стало лично, намного. Проблемы с теплом ушли? Да. Далее проверяющие побывали на территории городской бани. Много замечаний прозвучало в адрес содержания городского объекта. В помещении требуется ремонт и уборка. Глава Павла Упасадского округа поручил передать объект в управление МБУ управляющей компанией «Электрогорск». Мероприятие конкретное расписывайте и вперед с дорожной карты по приведению в порядок этой бани. Следующим объектом проверки стал Дом культуры. В праздничные дни была нарушена система подачи отопления и выход из строя пульта управления сценой. Глава поручил в ближайшее время запустить оборудование. Показ киносеансов проходит в рабочем порядке. В ходе объезда особое внимание было уделено содержанию городских дорог. В городе приступили к ямочному ремонту. Технология его проведения позволяет осуществлять работу в зимнее время. На улице Горького Ухтомского идет круглосуточная работа по уборке снега. В ближайших планах улицы Классона, Островского, Пушкина и Крыжиновского. На особым контроле вывоз снега и расчистка тротуаров и пешеходных зон. Денис Семенов дал поручение устранить все замечания. «Первое, с чего начали, это посетили 16-ю школу. В 16-й школе у нас в новогодние каникулы было несколько инцидентов. Самая неприятная ситуация – это прорыв теплообменника в пищеблоке. В настоящее время отремонтировали этот теплообменник, установили обратно. Плюс были жалобы на то, что температура в классах, она вроде как и соответствует, но все равно прохладна. В связи с этим мы установили дополнительный насос в школе, который позволяет теплоносителю быстрее и качественнее циркулировать в системе отопления. И сегодня с отоплением вопрос решен. Осталось только запустить систему вентиляции приточно-вытяжной с теплообменником на кухне и непосредственно запустить уже пищеблок. Мы как раз этим сейчас и занимаемся. Второй объект, который посетили – это наша городская баня. Давно там не был. Очень расстроился с содержанием бани. Внутри на входной группе, как зашли, видим, что потолки требуют ремонта, что были неоднократные прорывы, протечки. Не отмытые стены, затирка вылетела, где-то плитка полопалась, где-то напольное покрытие необходимо менять, ремонтировать. В общем, много очень вопросов к содержанию этого объекта. Но самое главное – есть претензии к руководству МУПа «Порядка», который совсем не следит за порядком. В связи с этим мы эту баню передаем в нашу МБУ управляющей компанию. Алексееву Андрею Александровичу дано поручение продумать план мероприятий, работ. Значит, первое – это необходимо провести уборку, а второе – непосредственно все ремонтные работы по плитке, по отделке, по ремонту потолков, по входным группам. Мы делаем много задач, планируем, что в течение трех месяцев все это нужно сделать. Дом культуры наш, в доме культуры. Также в новогодние каникулы была протечка в подвале трубопроводов, в связи с этим вышел пульт управления сценой, вышел из строя, его затопило. И сейчас мы ищем решение, либо этот пульт приобретаем новый, либо ремонтируем. Но в любом случае, в ближайшие недели или дней 10 мы с этой задачей справимся и, соответственно, запустим уже это оборудование. Как я уже и говорил, кинопоказ идет. Мы заменили лампы в проекторе и даже посмотрели сегодня картинку, как выглядит. Картинка устраивает, звук хороший. Соответственно, осталось только отремонтировать нам вот этот шкаф управления сценой. По содержанию дорог наняты четыре дополнительные бригады, которые работают и днем, и ночью, вывозят снег с наших городских улиц. Наверное, видели уже, что улицы Горького, Ухтомского приведены в порядок. Планы на неделю – это улицы Классона, улица Островского, улица Пушкина, улица Кржиновского, Пионерская. Много задач стоит перед МБУ, дорожное хозяйство, благоустройство. Михаил Юрьевич, все эти задачи понятны. Ну и будем контролировать, конечно, за ходом исполнения работ, чтобы все наши дороги содержались в нормативном положении. Сегодня приступили к ямочному ремонту. Это временный ремонт литым асфальтом, потому что зимой горячим асфальтом нельзя делать, ремонтировать дороги. Ям уже большое количество на дорогах, поэтому мы решили не ждать весны и лета. И сейчас эти работы будем проводить. Конечно, будем тщательнее следить в целом за работой наших коммунальных дорожных служб, всех аварийных бригад, чтобы все службы активно занимались своей деятельностью и не было никаких ЧП, ЧС и аварийных ситуаций на территории нашего Палопосадского городского округа. Состояние подъезда – один из показателей многоквартирного дома и гарантия комфортного проживания. Его ремонт входит в перечень обязательных работ по содержанию общего имущества. Периодичность проведения ремонта – один раз в пять лет. Подъезды выбирает Государственная жилищная инспекция. Список определяется, исходя из их состояния. Текущий ремонт подъезда производится один раз через пять лет. Подъезды выбираются Государственной жилищной инспекцией по своему состоянию. Соответственно, самые плохие подъезды, самые разрушенные, идут в ремонт в первую очередь. Поэтому те подъезды, которые в хорошем состоянии, они могут отремонтироваться с Вирьяжа. В 2023 году управляющей компанией было отремонтировано 58 подъездов. В ближайшее время будет составлен график на 2024 год. На сегодняшний день работы ведутся в четырех подъездах. Это ГРКВ-1, 9-этажка, 1А, 9-этажка, Советская 36А и Ленина 18. Соответственно, график на этот год мы еще не получили, но в ближайшее время мы уже получим, вывесим на сайте, чтобы люди знали, где и что будут ремонтировать. В подъездах красят стены, батареи и перила, ремонтируют тамбур, при необходимости частично восстанавливают покрытие пола, устанавливают почтовые ящики. В рамках текущего ремонта ремонтируется штукатурка, не более 20%, как написано в техническом задании. Соответственно, окрашиваются стены. Большой вопрос, большой запрос от населения замены окон пластиковых, она не производится в рамках текущего ремонта, она производится только в рамках капитального ремонта. Управляющая компания информирует жителей о предстоящем ремонте. Также с собственниками многоквартирных домов обсуждается ход работ и учитываются их пожелания. Да, когда бригада выходит на ремонт подъезда, обсуждаем с жителями возможный цвет стен, но, как обычно, верх светлый, низ темный. Мы просим жителей убрать все коврики и все, что возможно. Двери, соответственно, закрываются пленкой, и уборка производится по мере ремонтирования штукатурки. В основном грязь идет от штукатурки, а краски уже меньше грязи. В среднем ремонт подъезда пятиэтажного дома длится около трех недель. В дальнейшем его состояние и поддержание чистоты контролируется не только управляющей компанией, но и жителями. В диагностическом центре Эколаб принимают квалифицированные врачи. Терапевт, кардиолог, хирург-флеболог, онколог, гастроэнтеролог, офтальмолог, дерматовенеролог, отоларинголог, невролог, уролог, гинеколог, психиатр-нарколог, эндокринолог. Проводится лабораторная ультразвуковая диагностика. СМАТ-ЭКГ, ЭКГ по холтеру, капельницы, инъекции. Акция. Комплексная программа «Мужское здоровье» со скидкой 20% с 27 января по 31 марта. Скидка 10% людям с ограниченными возможностями на все виды услуг. Скидка 10% пенсионерам и многодетным семьям на все виды анализов. Также осуществляется выезд медсестры на дом. С самого начала специальной военной операции и по сегодняшний день спортивный клуб «Стимул» оказывает неоценимую помощь ребятам на фронте. И сбор гуманитарной помощи продолжается. Большую поддержку в этом оказывают жители, принося нашим солдатам все, что необходимо на передовой. Сейчас мы помощь собираем опять для нескольких подразделений. У нас такого нет, что мы сегодня одним, завтра другим. Даже запросы разные. Иногда нам ребята даже сами немножко денежек присылают. Вот купите нам именно на эти деньги сапоги. Хорошо. Там другие что-то попросили. Тут, допустим, вот одни... Нам, говорит, на Урал камеры нужны. Мы сбор только объявили, а наш клиент приходит, говорит, не надо. Говорит, ребята, это на что-то другое потратите. Я сам куплю. Вот Василий Кожаев, у него как раз автозапчасти, у него магазин. И он где-то нашел, заказал, там все. Вот он нам притащил их. Тяжеленные. Вот, огромные. Самый, по-моему, большой радиус был, да? Ну, один, да. Потому что, ребят, там... Мы уже не первый раз туда и резину отправляем. Нам регулярно помогает семья Алексеевых, Вадим, в частности. До этого тоже он покрышки для машин покупал сам. Мы только вот отправляли туда. Потому что где-то на лепесток наехали, где-то вообще на мину наехали. Допустим, если КАМАЗ наезжает на мину, вот у нас, допустим, родственник ехал в отпуск, просто разворачивает там вместе с мостом. Слава Богу, ребята остаются живые. Поэтому вот такие вот вещи, они нужны всегда. Сейчас зимой антифризы, масла в генераторы, в машины. Вообще очень много чего требуется. Требуются также и вещи для зимнего сезона. Так как сейчас там уже снег, уже морозы устаканились. Вот, опять же, держу носочки. Только сейчас увидела, принесли вчера женщины. Написала, принимаете вот такие вот самовязанные? Конечно, принимаем. Холодно. На подмену всегда ребятам надо. В сотый раз объясняю, почему нужна теплая одежда, и она нужна всегда. Те же бушлаты, все. И не по одному комплекту. Да, Минобороны снабжает, есть у них все, и обувь все одевают. Но, представляете, вы пошли куда-то на боевое задание, а вы разведчик. Вам где-то вообще по Пластунски надо пролезть, а где-то вы там артиллерист зацепились, в мазуте испачкали, машина сломалась, промокли, промерзли. Она нужна подмену всегда. Да, самое простое. В снегу походил по колено, все, сыры, носки нужны уже новые, чистые, сухие. Где-то постираться, мы даже отправляем порошки, пасту специальную, которая прям мазут хорошо, отъедает. Совсем недавно к Анастасии обратился за помощью один из бойцов. И слова, сказанные им, тронули до глубины души. Недавно трогательная очень история была. Сейчас до сих пор пока еще неизвестно, чем закончится. Из-под Солидара выходит на меня штурмовик, разведчик. И вот он голосовой мне присылает. Видно, идет по снегу, снег хрустит, холодно. Я говорю, ну вы напишите мне список, мы начнем сбор сейчас прям, потому что будет отправка, может быть заодно вам что-то вот, что именно сейчас срочно необходимо, вам пришлем. Ой, от него сообщение пришло, от которого мурашки у меня до сих пор. Причем это было начало первого ночи. Он говорит, я сейчас иду на боевое задание с ребятами. Если я вернусь, останусь живым, то я вам список пришлю. И я лежу, и как заснуть просто. И вот больше суток он у нас весь не выходил. Слава Богу, все пришли, даже раненых не было. Помогать важно на регулярной основе, ведь даже самый небольшой вклад очень ценен. Те, кто принимают участие в наших сборах, причем достаточно продолжительное время, в основном это люди, которые ежемесячно оказывают помощь. Я вот знаю, допустим, Алина Зе, я не знаю эту девушку, но от нее стабильно приходит, хоть 300 рублей, но приходит каждый наш сбор. Вот спасибо огромное. На самом деле, хоть 10 рублей пришлете, каждый человек по 10 рублей, это получается всегда большая сумма. А потом, когда люди видят, что другие участвуют, думают, ну что ж, я хуже что ли? Я здесь живу, мне тепло, сытно. Ну почему не поучаствовать? Эти ребята все-таки там стоят за нашу безопасность. Участники Электрогорского объединения «Дети войны» вяжут носки для наших бойцов. В каждом наборе частичка тепла и любви от жителей старшего поколения. Тоже как пенсия, они у нас перчаточки, носочки, конфетки или денежку, и вы потратьте, мы знаем, вы никуда не денете, мы им все тоже показываем. Они очень радуются, что они могут помочь. Помогать нашим защитникам можно любым образом. И призываем, конечно, всех, чтобы хоть чем-нибудь, не думайте, что помощь бывает маленькая. Она либо есть, либо ее нет. У вас, может быть, старый свитер лежит там, какой-то от дедушки остался, да, но он в хорошем состоянии, моли не съела, постирали, принесите, мы примем. Там ребятам нужно. Вот, любая помощь, хоть копеечка, она нужна. Море состоит из капель. Многие люди самостоятельно изготавливают продукцию для участников СВО. Так, например, Галина Бабрихина занимается производством блиндажных свечей и на регулярной основе отправляет их на фронт. Сделать свой вклад в победу может любой желающий. Нужно лишь принести все необходимое в спортивный клуб «Стимул», который находится по адресу улицы Свердлова, 11. Электрогорск это прекрасный и живописный город. И одно из излюбленных жителями мест в нем – зона отдыха «Стахановский берег». Проект создает локацию, которая рассказывает о формировании городской территории. И совсем недавно он стал лауреатом Всероссийской премии служения. Проект «Стахановский берег» создает благоустройство сегмента набережной Стахановского озера, тем самым улучшая связность берега с уже реализованными проектами. «Стахановский берег» – это недостающий пазл в системе благоустраиваемых общественных пространств города, общее и центральное место для городских жителей и дачников. Проект не перегружает территорию лишними объектами, создает инфраструктуру для занятий, которые привычны жителям в данной локации. Он также отличается своей уникальностью, что и стало ключевым моментом в решении подать заявку на Всероссийскую премию служения. Инициативу проявила начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Павлова-Посадского городского округа Нина Владимировна Пастушенко и впоследствии стала лауреатом третьей степени. Я считаю, что на территории нашего города это один из самых значимых проектов. Учитывая то, что сама концепция благоустройства Тахановского озера – это победитель Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, у меня не было ни минуты сомнения, когда я подбирала проект, который хотелось бы подать на вот эту премию, которая первый раз вообще в истории современной России проводится, вручении президента нашей страны. Поэтому сомнений не было. Я считаю, что это, наверное, самый масштабный, самый современный и самый, наверное, востребованный проект на территории нашего города, который был реализован в последние годы. Всероссийская муниципальная премия проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и присваивается за особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан. Итак, номинация инициатива каждого «Общий успех». Третье место. Проект «Стахановский берег». Начальник управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Павлова-Посадского городского округа Московской области Пастушенко Нина Владимировна. Проект «Стахановский берег». Половина населения города приняла участие практически в создании проекта, благодаря чему увеличилась посещаемость этого общественного пространства. Чтобы было интересно молодежи, проект поддержали городские сообщества, была активизирована сфера малого и среднего предпринимательства. Коллеги, добрый день. Всем большое спасибо за оценку работы этой. Хочу сказать большое спасибо президенту нашей страны, Владимиру Владимировичу Путину и губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву за поддержку и возможность нам на местах реализовывать подобные проекты, в первую очередь, конечно же, для людей, и для наших жителей. Спасибо большое. Сама премия служения проходила в три этапа. То есть первым этапом мы подавали сами заявки, где очень кратко нужно было писать свой проект в текстовой форме, что было на самом деле очень сложно, потому что хотелось максимально информацию до экспертного совета донести. По итогам первого этапа экспертный совет отобрал 100 номинантов премии в 10 номинациях, то есть в каждой номинации по 10 проектов. На втором этапе мы готовили видеопрезентации проектов. Здесь мы уже, конечно, постарались и максимально осветили проект, это его открытие и все функциональные зоны проекта. Третьим этапом было всенародное голосование. Номинация, в которой этот проект был представлен, была самая популярная на премии. Со всей России было подано более 3,5 тысяч заявок. И, соответственно, наш проект «Стахановский берег» занял почетное третье место. Считаю, это большой победой для нашего города. Мероприятие действительно масштабное. На нем присутствовало большое количество человек. Сказать, что эмоции переполняли, это вообще ничего не сказать, потому что, конечно, уровень проведения премии просто какой-то запредельный. В самой церемонии приняли участие более 10 тысяч человек. Это главы, заместители глав муниципальных образований со всей России. В церемонии награждения принял участие президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, который вручал награды в специальной номинации этой премии. Разработкой проекта занимались свыше 7,5 тысяч человек. В работе над концепцией принимали участие команды администрации городского округа Электрогорск на тот момент, это 2021-2022 год. Разработку проекта осуществляло архитектурное бюро СОТА. В обсуждении концепции принимали участие жители города, а всего в обсуждении концепции приняло участие более 7,5 тысяч человек. Территория Стахановского озера будет развиваться и дальше. Хочу сказать, что в рамках проведения премии президент озвучил о том, что конкурс малых городов и исторических поселений продлен до 2030 года, так что нам абсолютно есть над чем работать. И я думаю, что у нас будет возможность продолжить благоустройство этого знакового для города места. Проект «Стахановский берег» действительно важен для города. Учитывая то, что это настолько уникальное место, далеко не каждый город Московской области может похвастаться наличием в центре города озера. И учитывая то, что в шаговой доступности от этого места проживает практически 16 тысяч человек, половина населения города, считаю это, наверное, центральным таким местом, которое, безусловно, требовало благоустройства, что мы сделали, и обязательно продолжим его в будущем. Город и дальше будет процветать. В планах уже есть новые проекты по благоустройству. Я считаю, что на самом деле большая работа по благоустройству на территории города проводится. Уже даже не знаю, какое место возможно предложить для благоустройства. Скорее, в старой части города, возможно, какой-то сквер в районе школы номер 14. Такое обсуждение, такой концепции есть. Я хочу поблагодарить всю команду, которая работала над реализацией этого проекта. Хочу поблагодарить архитектурное бюро СОТО, которые помогли нам, которые, скажем так, от идеи вообще благоустройства территории предложили нам такую концепцию, которую мы смогли грамотно реализовать. Хочу выразить благодарность подрядной организации, которая проводила работу, это ООС Плав. И особую благодарность хочу выразить всему коллективу телеканала ТВЛ, в том числе за подготовку и конкурсной заявки на премию эту, и вообще в освещении, в том числе всех работ по благоустройству, и, конечно, всех жителей нашего города, которые приняли участие в обсуждении проекта на всех этапах его реализации. Поздравляем с такой значимой для города победой и желаем дальнейшего процветания нашей земле. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашем городе живут легендарные люди, которые сегодня присутствуют с нами. Всего семь человек, которые явились непосредственными участниками тех трагических событий и прошли весь этот путь блокады Ленинграда себе лично. Это живая история, легенда, люди, наши ветераны, которые могут рассказать о тех событиях и информации не из интернета, не из учебников, а напрямую от наших ветеранов. На мероприятии присутствовали представители ветеранских организаций, школьники. Детям рассказали об одной из самых трагических страниц в истории нашей страны. Подлинную историю блокады Ленинграда, пожалуй, знают лишь те, кто смог пережить эти страшные годы. Бесконечное чувство голода, холод и страх – те воспоминания, которые навсегда отпечатались в их сознании. Ветераны делились своими воспоминаниями о событиях своего опаленного войной детства. Земфире Матяшевой было четыре года, когда окруженный со всех сторон город, в котором она родилась, пытался выжить. Самое обычное детство превратилось в страшные и тяжелые времена. Своим сирен, бомбежками, испытанием голодом и холодом. Война разлучила ее с сестрой и навсегда отняла родителей. А девочка попала в детский дом. Жили папа, мама. Папа был инвалид финской войны. Он уже тогда на протезе ходил. Мама – домохозяйка. Своя сестра училась, когда вот уже эвакуировали нас во втором классе. Вот. Когда была война, голодали, конечно. Есть было нечего. Ели. Я любила лук кушать вареный. Мама у меня тушила лук. Я прям луковицы эти вот любила кушать. И изюм часто она мне оставляла под подушечкой. Когда кушать захочешь, вот, говорит, возьми немножко ягод покушаешь. Но, вообще-то, клей варили кто-то, ремни вот варили, ели. То, что. Мы дети блокады годов Ленинграды. Мы дети Второй мировой войны. Мы все испытали. Все страхи блокады. На детство обрушилось столько беды. Мы помним сирены воздушной тревоги. По радио их объявлял Левитан. От страха дрожали и руки, и ноги, и сердце щемило. В глазах был туман. Мы помним убежищ, сырые подвалы, пропитанные запахом потных людей. Мы видели взрывы, пожары, обвалы и смерти голодных и пухлых людей. Мы все испытали. И холод, и голод, и боль расставания, и горечь разлук. А сколько в то время мы видели горя, дай бог, не видать никогда никому. Мы все испытали в те детские годы, хотя не бывали еще на войне. Мы много видали, родных потеряли, и с группой детей разбрелись по стране. Уходят последние ветераны Великой Отечественной войны. Состарились и дети погибших на войне солдат. Поэтому такие встречи с молодым поколением несут в себе особую ценность, позволяя из уст в уста передавать подлинные истории тех страшных лет. Низкий поклон ветеранам-блокадникам, тем, кто живет рядом с нами, кто примером своей жизни и своего подвига задает высокую нравственную планку для нынешнего и всех будущих поколений. Освобождение Ленинграда от блокады – важная часть истории России. И помнить про страшные события Великой Отечественной войны обязательно для подрастающего поколения. Именно этой теме и были посвящены разговоры о важном в школах страны сегодня. Традиционно утро понедельника в Электрогорском лицее началось с торжественного выноса флагов и исполнения гимна Российской Федерации. Также на линейке были оглашены имена учащихся, которые наилучшим образом проявили себя за минувшую неделю. Затем ученики проследовали в классы, чтобы обсудить вместе с педагогами важную дату текущей недели – 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Санкт-Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда в годы Великой Отечественной войны преступлением против человечности, геноцидом советского народа. Очень тяжелым было снабжение населения и войск продовольствием и водой. Начался голод. В первые месяцы блокады на улицах Ленинграда было установлено 1500 громкоговорителей. Радиосеть несла информацию для населения о налетах и воздушной тревоге. 7 января 1944 года в честь победы, в честь разгрома фашистских войск под Ленинградом над него и прозвучали залпы торжественного салюта. С тех пор прошло много лет, но жители нашей страны очень хорошо помнят каждые из этих дней, так как каждый из них был битвой за собственную жизнь с голодом и холодом. С тех пор Ленинград – это символ свободы, равенства, независимости для всех людей мира. На уроке ребята узнали о подвиге непокоренных ленинградцев из видеоролика с почетным жителем города Санкт-Петербурга, с жительницей блокадного Ленинграда, блокадным учителем Строгановой Надеждой Васильевной. Сегодня о важном говорит Надежда Васильевна Строганова, почетный гражданин и старейший учитель Санкт-Петербурга, житель блокадного Ленинграда. Я родилась в 1920 году, сейчас мне 103 года, 104 в конце года будет. Волею судьбы я оказалась в начале войны в Ленинграде. С этого момента я стала специалистом-учителем. Подрастающему поколению действительно важно рассказывать о таких страшных событиях. Мы сегодня говорили о 80-летии снятия блокады Ленинграда. Это тема, которая должна звучать, тема, о которой должны говорить не только взрослые, ученые, историки, но и дети. А почему подрастающему поколению важно помнить эти страшные события? Они учат стойкости, они учат быть добрыми, справедливыми. И, наверное, в наше время это тоже очень актуально. Помнить своих героев, помнить, как тяжело доставалась нам победа. Все ребята узнали для себя много нового о таком важном событии. На уроке о важном я узнала, насколько было тяжелое время во время Ленинграда, сколько пострадало людей и как им тяжело все давалось. Сегодня разговоры о важном были посвящены теме блокада Ленинграда. Достаточно серьезная тема сегодня была, так как блокада Ленинграда является одним из ключевых событий Великой Отечественной войны и достаточно страшным событием. А что ты нового для себя узнал? Для себя я узнал, что школы не переставали работать во время блокады, и дети стремились к новым знаниям и постоянно шли в школу, несмотря на все трудности во время блокады. А насколько эта тема важна для тебя лично? Для меня эта тема очень важна, так как я считаю, что люди совершили огромный подвиг во время этих страшных событий. Они не сдали город, не сдали нашу вторую столицу. Это по-настоящему героизм среди людей в такое страшное время. Такие мероприятия помогают подрастающему поколению помнить о подвигах наших соотечественников и не забывать историю Родины. Военнослужащие по контракту получают региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск два раза в год и другие льготы от государства. Здесь все по-честному. Служи по контракту. Ближайшие ночью столбики термометров опустятся до минус 6 градусов. Пасмурно, небольшой снег, атмосферное давление в пределах нормы, ветер умеренный. В субботу, 27 января, температура воздуха будет составлять минус 5 градусов днем и минус 6 ночью. Слабые геомагнитные возмущения. В воскресенье, 28 января, температура воздуха составит минус 4 градуса днем и минус 6 ночью. Пасмурно, небольшой снег, атмосферное давление в норме, слабый ветер.